В этом выпуске. 1 июля не принесло прогресс в вопросе аннексии, но Нетаньях утверждает, что это лишь вопрос времени. Израильские чиновники запретили вещание мессианского телеканала Шелану на Иврите. Что дальше? Жители голландских высот в зоне риска вблизи Сирии и Ирана, а также последние археологические находки времен Ездра и Неемии. Все это и многое другое в нашей программе. Приветствую вас, я Джулистал. Сегодня я здесь вместо Криса Митчелла. 1 июля не было отмечено действиями премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в вопросе аннексии части Библейской Иудеи из Самарии, как это предусмотрено мирным планом президента Трампа. Но, как сообщают Иерусалим и Вашингтон, все еще обсуждают этот вопрос, и решение об аннексии вскоре будет принято. Нетаньяху говорил об этом с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом и представителем Белого дома Ави Берковицем. Он сказал, что это лишь вопрос времени. В течение многих недель израильтяне, США и международное сообщество ждали того, что должно было произойти 1 июля. Это была самая ранняя дата, на которую премьер-министр Израиля Бенеми Нетаньяху собирался назначить голосование за план по расширению суверенитета и закона Израиля на 30% западного берега. Нетаньяху говорит, что процесс продолжается. Я обсуждал вопрос суверенитета, над которым мы сейчас работаем, с Ави Берковицем, с послом Фридманом и членами их делегаций. И в ближайшие дни мы продолжим эту работу. Мирный план Трампа позволяет Израилю расширить суверенитет на 30% западного берега и 70% оставить для будущего палестинского государства. Израильская государственная телекомпания КАН продемонстрировала новую карту, на которой отмечены районы, попадающие под действие гражданского законодательства Израиля. Сообщается также, что Нетаньяху настаивал на том, чтобы на первом этапе под юрисдикцию Израиля попадали библейские города Вифель и Силон. В обращение к ежегодной конференции христиан, объединённых за Израиль, накануне установленного срока Нетаньяху не упомянул об аннексии. Вместо этого он говорил о достоинствах мирного плана президента Трампа на Ближнем Востоке. Он чётко говорит, что еврейский народ имеет действительные, юридические, исторические и моральные права на Иудею Самарию и поддерживает суверенитет Израиля над местными еврейскими общинами. Партнёр Нетаньяху в правительстве Единства Израиля, заместитель премьер-министра и министр обороны Бенни Ганс, высоко оценил аннексию. Но перед своей партией сине-белых высказал мнение, что борьба с COVID-19 является приоритетом Израиля. «Мы вместе победим коронавирус. И вместе разберёмся с экономическими и социальными последствиями этого медицинского феномена. Всё, что не имеет отношения к борьбе с коронавирусом, пока подождёт». Аналитики же задаются вопросом, намерен ли Ганс вообще реализовать план аннексии. Мири Маос Овадия из Совета Еша курируют 450 тысяч израильтян, которые живут в еврейских общинах в Иудее и Самарии. Она говорит, что они обеспокоены задержкой. Мы осознаём, что это окно небольших возможностей. Но это наш шанс изменить историю, расширить суверенитет над Иудеей и Самарией, долиной Иордана, исторической родиной Израиля. Мы очень ценим в лице президента Трампа замечательного друга, который руководит этими изменениями. И мы абсолютно уверены в том, что он может помочь изменить историю. И у нас ещё есть время, чтобы осуществить эти изменения и расширить суверенитет. Когда в прошлом году президент Трамп признал суверенитет Израиля над голландскими высотами, Израиль в знак благодарности назвал в его честь поселение. Но недавно вандалы повредили памятный знак, сорвав буквы. Тулли Вайс, основатель Израиль-365, считает, что это сделано для того, чтобы подорвать дружбу между США и Израилем. Поэтому к Дню Независимости Америки они отремонтируют знак и посадят деревья, чтобы украсить территорию. 4 июля Америка отмечает великий праздник. Мы в Израиле также хотим выразить свою признательность и отпраздновать дружбу между Израилем и Соединёнными Штатами. Больше о голландских высотах и людях, которые там живут – продолжение сегодняшнего выпуска. Соединённые Штаты отмечают 244-й день рождения. В это же время многие американцы задумываются о своей независимости и свободах. Первая поправка Конституции гарантирует свободу вероисповедания. Но репортер Сибиен Пол Стрэн попытался выяснить, к чему стремились отцы-основатели, отделяя церковь от государства – сделать правительство независимым от религии или религию, независимой от правительства. Принцип отделения церкви от государства был придуман для того, чтобы не позволить Богу или верующим в него влиять на правительство и общественную жизнь. Но он не соответствует цели, к которой стремились отцы-основатели, когда отделяли церковь от государства. Они боялись того, что было во многих странах Старого Света – религии, утверждённой государством в качестве единственной истинной религии, которая тиранически управляла бы верой и совестью каждого гражданина. Как сказал Питер Лилбек из Providence Forum, они признавали, что монолитная церковь была опасным явлением, поскольку она делала короля не только физическим сувереном, но и всемогущим духовным правителем. Так было до того, как пилигримы бежали из Англии. Пастор Пилигримов был казнён после того, как заявил, что главой церкви является Христос. Монарх ответил – нет, глава церкви – это я, а ты будешь казнён. Больше всего они опасались того, что федеральное правительство последует примеру европейских государств и установит единую государственную религию. Поэтому они сознательно отделяли церковь от государства. Это было сделано исключительно для того, чтобы защитить церкви, веру и убеждения каждого верующего от влияния государства. Историк Эдди Хаят вспоминает, как Томас Джефферсон впервые использовал знаменитую фразу. Он сказал, что первая поправка возвела разделительную стену, которая защитит их от любого вмешательства властей. Но суть Бога в том, что Он по обеим сторонам стены, и Ему там рады. И так должно быть. Сегодня всё с точностью до наоборот. Мы, кто когда-то верил в эту высокую и неприступную стену, теперь видим, как правительство протягивает над этой стеной руку и говорит, а вот это место из Писания проповедовать нельзя. Власти хотят контролировать религиозную деятельность, чего, как сказал Джефферсон, они делать не должны, ведь церковь отделена от государства. Отцы-основатели были бы очень расстроены, увидев, что их принципы перевернулись с ног на голову. Лилбек говорит, что мы должны помнить о намерениях отцов-основателей. Это было теистическое правительство. Они не отделяли Бога от государства, и любая интерпретация первой поправки, которая устраняет Бога из государства, переворачивает всю историю с ног на голову. Основатели верили, что нация, основанная на свободе, может оставаться свободной, только если её граждане будут благочестивыми людьми. Дэвид Бартон подчеркивает, что верующие в Бога помнят о вечности, и это мотивирует их контролировать себя. Верующие понимают, мне придется отвечать перед ним за то, что я делаю, и это удерживает его от плохих поступков. Они создавали государство для свободных и в то же время добродетельных людей, которые будут вести себя в соответствии с христианскими ценностями. Отцы-основатели знали, что нация нуждается в совершенном законе любящего Бога. Они ясно осознавали, что государству нужен основной свод законов, которые бы работали независимо от людей, которых выбирают во власть. И это неприходящий закон Бога. Читая нашу Декларацию независимости, мы четырежды встречаем упоминание Бога. А потом появляется Конституция, которую считают безбожной, потому что в ней Бог не упоминается. Но закончив эту работу, отцы-основатели учредили День Благодарения Богу. Если их целью было избавить государство от Бога, то где же логика? Ведь они обратились к Нему и поблагодарили Его за все, что у них было. Это показывает полную историческую нелепость такого понятия, как безбожная Конституция. Бог действительно присутствует и в Конституции, и в жизни ее авторов. Они не безбожники. Это люди, которые в самом конце своей работы сказали «В год Господа нашего 1787-й». Последние слова в Конституции провозглашают господство Иисуса Христа. Неудивительно, что наш главный девиз – «Мы одна нация под Богом». Далее в программе. Еврейскую телестанцию от компании ГОД-ТВ исключили из кабельных сетей после потери лицензии. Несколько недель назад израильская телекоммуникационная компания «ХОД» начала трансляцию Шелану ТВ, канал на еврейском языке, основанный международной телекомпанией ГАД-ТВ. Сейчас председатель Совета израильских вещателей приостановил действие лицензии «ХОД» из-за трансляции Шелану ТВ, заявляя о невыполнении заявленных условий. Глава новостейного бюро Сибиен на Ближнем Востоке Крис Митчелл поговорил с Роном Кантером из ГАД-ТВ о запрете вещания, которое привлекло медиа внимание от «Ирюсалим-Пост» до «Нью-Йорк Таймс». Спасибо, Рон, что сегодня вы с нами. Ашер Бетон, председатель Израильского совета по кабельному и спутниковому вещанию, сказал, что компания «ХОД» недостоверно представила Шелану в своей заявке на лицензию. Вот то, что он буквально заявил. Канал доносил евреям христианский медиапродукт вопреки согласованным правилам вещания. У вас есть что ответить на это? Он знает, что происходит на самом деле. Он сам эту лицензию выдал. Если вы прочтете лицензионное соглашение, которое мы предоставили Сибиен, то в нем ясно говорится, что наша аудитория, и это из разрешения, которое он сам нам предоставил, «Кахал Хасофим Исраэл», что значит «израильская телеаудитория». И нет абсолютно никаких оговорок, что это должны быть только христиане. Какая другая может быть причина, чтобы вести трансляции на иврите? Было бы очень уместно, если бы он просто извинился. Ведь правда состоит в том, что у нас было разрешение работать так, как мы работали. Мы не предоставляли никаких недостоверных данных. Вот все, что можно сказать на этот счет. Рон, мы узнали, что компания Ход приняла решение не участвовать заново в конкурсе на лицензию. Почему они так решили, и какие у вас отношения с ними? Я думаю, хорошее. В воскресенье мы хорошо пообщались, и они сказали, что возвращаются к работе, и хотят продолжать с нами сотрудничать, и не будут останавливать наше вещание. Но этого так и не произошло. Мы пообщались с ними снова, они ответили, что приняли другое решение, и что не будут подавать заявку на новую лицензию. Теперь, когда у них нет лицензии, мы потеряли доступ в сеть кабельного телевидения. Это великолепная стратегия со стороны нашего правительства. Они знали, что не могут легально лишить нас лицензии. Мы демократическая страна, у нас есть свобода слова, и они тоже это знают. Даже в своем уведомлении. Они написали, просто подайте заявку, и мы беспристрастно ее рассмотрим, и, казалось бы, нет серьезных проблем для получения новой лицензии. Но, сделав это, они попали под очень большое давление со стороны Ядли Ахим и других враждебно настроенных групп, а также некоторые их клиенты не хотели, чтобы мы вели свой эфир. У меня нет обиды на компанию ХОД, они поступили, исходя из бизнес-интересов. Возможно, мы просто не очень важный для них партнер, и они нами пожертвовали. Но это на самом деле замечательно. Я доволен, я был бы куда более расстроен, если бы мое правительство, мое демократическое правительство пыталось заставить нас замолчать. И я рад, что это было инициативой ХОД. Рон, когда начались эти неприятности, звучали обвинения в празелитизме. Вы можете это прокомментировать, и расскажите, где можно посмотреть программы Шелану ТВ сейчас. Прежде всего, хочу сказать, что мне не нравится слово празелитизм. Это создает неправильный образ, что мы давим на людей, заманиваем их, навязываем свою веру или что-то заставляем. Мы этим не занимаемся, христиане так не поступают в Израиле. Все, кто смотрел наш канал, видели клипы, видели лекции, и вам это и сейчас доступно на сайте шелану.тв. Теперь мы ведем трансляцию в интернете, где собираемся охватить гораздо больше людей. И израильтяне будут рассказывать свои истории. И самое главное, что мы не миссионеры из других стран, мы израильтяне. Знаете, я переехал сюда, когда мне было 38 лет. Но мои дети служили здесь в армии, моя жена служила в армии. Ведущие наших передач все прошли службу в армии, платили налоги и любят Израиль. Шелану, наиболее про-израильский, сионистский и анти-БДС патриотический канал в Израиле. Но они так и не дали нам шанс. Но мы не унываем, мы были готовы к этому, мы знали, что такая ситуация возможна. Выходя в эфир, мы знали, что всем мы угодить не сможем. Теперь, когда ход вернет нам наши деньги, мы собираемся вложить их в развитие сайта шелану.тв. Мы будем раскручивать наш сайт через рекламу, фактически мы, возможно, охватим в 100 раз больше людей, чем это могло быть на захудалом кабельном канале. В этом и ирония. Люди, которые ставили нам палки в колеса, чтобы израильтяне не услышали то послание, которое мы хотим им передать, потерпели неудачу, потому что теперь наше послание дойдет до гораздо большего числа людей. Израильтяне не любят, когда за них делают выбор, поэтому чем больше ультра-ортодоксальные группы будут говорить «Не слушайте и не смотрите шелану», тем больше людей будут заходить в интернет и искать шелану.тв. Далее в программе. Познакомьтесь с израильтянами, которые желают жить вдоль недружественной сирийской границы. Как мы уже упоминали ранее, Израиль назвал одно поселение на голландских высотах в честь президента Трампа. Но кто захочет жить так близко к границе Сирии, где Иран не прекращает свои активности? Скотт Рос из Сибиен посетил голландские высоты и познакомился с израильтянами, которые не хотели бы жить нигде в другом месте. Что же мы отсюда можем увидеть? Внизу находится Галилейское море, вот прямо внизу. Напротив вас горы Тиверии, прямо за ними, горы Назарета. И дальше туда, на север, Верхняя Галилея. И именно здесь, конечно, происходило много евангельских событий около Галилейского моря. Амитай Элон, владелец курортного комплекса, который называется Натур, расположенного над Галилейским морем, на голландских высотах. Почему ты выбрал себе такое место для жизни? Если вам захочется пожить среди прекрасной природы, послушать птиц, приезжайте на Галландию, в Галилею. Или вы можете поехать в пустыню Нигев. Сейчас это ферма. Да, это ферма. Это территория, которую мы используем по-разному. Сейчас мы находимся в геодезическом куполе, который является теплицей. Иногда мы проводим здесь разные мероприятия, встречи, вечеринки или кемпинги для больших семей. Это просто волшебно. Но, несмотря на царящий здесь мир, необходимо помнить, что границы Ливана и Сирии пролегают рядом по голландским высотам, а Иран пытается развернуть свои базы вдоль сирийской части границы, чтобы устраивать Израилю провокации. Как далеко от вас сирийская граница? Очень близко. Не ждете ли вы опасности с той стороны границы? За исключением военных действий с 67-го и 73-го года, это место было самым безопасным Израилем. Не усилились ли ваши опасения с тех пор, как Иран занял большой плацдарм около голландских высот? Если рассматривать тысячелетнюю историю этих мест, то у нас были большие провалы, а также большие взлеты. Но, в конце концов, мы здесь. Немного севернее мы встретились с экспертом по безопасности Коби Маромом, служившим командиром на голландских высотах, а теперь тут и обосновавшимся. Для Израиля очень важно оставаться на голландских высотах в условиях нестабильной обстановки в Сирии и военного развертывания Ирана. Сейчас перед нами стоят большие задачи, и я даже не могу подумать о ситуации, если бы мы оказались в пределах границ до 67-го года. Израиль отвоевал голландские высоты в 1967 году, в последние два дня шестидневной войны. Длина совместной сирийско-израильской границы составляет около 90 километров. Вы здесь находитесь под постоянной угрозой? Мы чувствуем себя в безопасности. Израиль хорошо держит оборону. У иранского режима был план вооружить 100 тысяч боевиков, привлечь Хазбалу и держать их тут на границе. Они собирались развернуть тут свои военно-воздушные силы, военно-морскую базу, разведцентры, промышленные объекты для производства ракет, которые могли бы нести реальную угрозу для центральной части Израиля. Поэтому последние 3-4 года мы наблюдали, как Израиль успешно атаковал развертывание иранских подразделений. Около 50 тысяч человек, больше половины из которых составляют евреи, живут на голландских высотах, хотя по международному праву они все еще считаются оккупированной территорией. Тем не менее, в марте 2019 года президент Трамп, оставив традиции, признал израильские права на стратегические высоты. В честь этого события одно из поселений назвали в его честь «Арамат Трамп» или «Высоты Трампа». Это ключевое признание, это невероятно, это очень важно, в позитивном смысле. Это очень важное заявление, потому что оно поступило от самого сильного и значимого союзника Израиля, Соединенных Штатов. Для последующих правительств Израиля заявление Трампа бросает большой вызов. Я думаю, что мы должны в ближайшие 10 лет поселить на голландских высотах 100 тысяч израильтян. Я встретил Элияху Берковича в Катрине, самом большом городе на голландских высотах. Он эмигрировал в Израиль 28 лет назад из Нью-Джерси и 7 лет назад приехал жить на голландские высоты. Вас ни в малой степени не пугают события, происходящие вокруг Израиля, особенно связанные с голландскими высотами. Мы всегда переживали об Израиле, но настроены оптимистично. Едва переехав сюда на голландские высоты, люди принимаются строить бомбоубежища. В итоге они их никогда не используют по назначению. Эта область, известная в Библии как Вассан, за прошедший год голландские высоты посетило 635 тысяч туристов, причем три четверти из них христиане. Они приезжают сюда посмотреть на древние виды, исторические места и виноградники. Мы всегда были сами по себе, и когда я вижу христиан, интересующихся Израилем, это внушает мне огромный оптимизм. Я от этого очень счастлив. Я думаю, что помогаю им стать лучшими христианами, а они помогают мне стать лучшим евреем. Каким образом? Я хочу оставаться здесь, в Израиле, и в этом они мне помогают. И еще, я здесь не только для самого себя, я здесь для целого мира. Тора была дана нам, чтобы мы были светом для всех народов. И если я храню этот свет только для себя, то не исполняю заповедь. Элан также вводит экскурсионные туры. Он сделал вывод о посвященности христиан Израилю и Голландским высотам. Если бы вы приехали сюда между 2000 и 2005 годом, перед вами предстала бы картина Интифады. Здесь не было никого, кроме христиан. Почему, как ты думаешь? Из-за такого понимания ничего больше. На чем основывается связь с этой землей? На Библии или на новостных репортажах, которые рисуют впереди несколько трудных лет? Если все сводится к неполной картине, то вы сами себе говорите, «Я не поеду, там опасно». Вы верите, что Бог бережет Израиль? Верите в это? Конечно. Это же исполнение пророчеств. Здесь это на каждом шагу. Этого трудно не заметить. Далее в программе. Найдены древние артефакты времен Ездры и Неемии. Даже во время пандемии израильские археологи открывают все новые и новые страницы древней истории Израиля. Новые находки позволяют взглянуть по-новому на эпоху пророков Ездры и Неемии. Эмили Джонс расскажет эту историю. Израильские археологи, ведущие раскопки в городе Давида в Иерусалиме, нашли два редких предмета, рассказывающих нам дополнительные детали о времени разрушения Иерусалима вавилонянами. Это глиняная печать и отиск глиняной печати, так называемая була с вавилонскими знаками на ней. Эти два предмета в моих руках, була и печать, сделали большой вклад в наше понимание, каким был Иерусалим в персидский период истории. Многие археологи думают, что Иерусалим был маленьким пустым городком после его разрушения вавилонянами в VI веке до н.э. Доктор Гадот говорит, что эти артефакты говорят совсем о другом. Эти два предмета в моих руках говорят, что тут не только жили люди, но также здесь велась административная и бюрократическая деятельность. Они также нашли другие доказательства активной жизни в Иерусалиме в период Ездры и Неемии. Эти две находки, как кусочки пазла к остальным найденным объектам. Например, мы нашли много рыбных костей, что говорит нам о том, что люди здесь употребляли в пищу морскую рыбу. Археологи продолжают свою работу на раскопках города Давида, по кусочкам составляя историю Израиля. На этом наш выпуск программы «Место встречи Иерусалим» подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Не забывайте следить за нашими новостями в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Я Джулия Стал и до новых встреч в следующей программе. Программа переведена и дублирована по заказу Bible Media и Charisma Farley Den организаций Weekend.